Приветствую вас, друзья, на своем канале LifeGo. Сегодня я хочу поговорить об очень ужасной трагедии, которая произошла 8 июня 2023 года у берегов Египта, точнее в городе Хургады. Человека съели на глазах у десятков людей, отдыхающих, в том числе персонала пляжа и спасателей. Случай, на самом деле, неоднозначный, и поэтому я хотел заострить на этом внимание. Дело в том, что раньше очень много статей я находил в интернете, там говорилось, что не стоит бояться купаться возле берега, не стоит бояться акул у пляжа. И когда ты начинаешь пытаться понять этих людей, почему они так утверждают, то в основном они ссылаются просто на статистику. То есть никаких вот таких внятных аргументов, как правило, не приводится. Но на самом деле это такая халатность. И вот за счет вот этой халатности, мне кажется, и произошла вот эта трагедия. Якобы там приводится статистика, там от укусов змеи погибает 125 тысяч людей в год, поражение молнии 3000 смертей, крокодилы. Ну, очень понятно. В общем, идет такая экзотика. Бегемоты 150 смертей. А нападение акул всего 5-17 смертей. И то, типа, пишется, что 1-3 из них купальщики, остальные серферы и дайверы. Вот. Но что интересно. Дело в том, что когда ты идешь, допустим, по улице и ты видишь, что портится погода. Я, допустим, сейчас говорю про угрозу от молнии. Да, ты видишь молнию и ты знаешь, что сделать, чтобы тебя эта молния не поразила. Вот. Ты можешь просто зайти в здание, там, не рисковать. Ну, в другой случае, когда ты оказался там на какой-то открытом пространстве и ты вообще ничего не можешь сделать. Это совсем другой случай. Вот. Но в основном ты можешь предпринять какие-то действия, чтобы тебя не убило. Вот. А в случае, как произошло в Египте, в Хоргаде, ты не можешь ничего предпринять. Ты находишься, ты купил путевку, я не знаю, или там купил этот, ну, снял номер в этом отеле, пошел на пляж. Специально оборудованный пляж. Ты купаешься в разрешенном для купания месте. Вот. У тебя даже нет мысли что-то предпринимать, чтобы защищаться от кого-то. Вот. И потом психология человека так устроена, что человек, он не хочет, он просто, он принципиально не хочет выглядываться в глубину, в пучино. Вот я когда в прошлом году был в Турции, и нас выбросили возле Черепашевого острова, возле яхты. Там огромная такая яхта была. Вот. И Черепашевый остров. Мы подошли, и там глубина просто, ну, вообще не видно дна. У меня была еще с собой экшн-камера. Я пытался снимать. Вот. Я понимаю, что там такая глубинища, что я ничего не вижу. И вот нас выкинули возле этого острова. Мы плавали, я просто понимал, что я не хочу туда смотреть. Я даже не хочу туда смотреть. Вот. И когда инстинктивный человек плывет, да, он не хочет смотреть воду в глубину. Ему хочется что? Посмотреть там на девчонок, там на солнце, красивые там какие-нибудь отели, да. Ну что там, красивый пляж, там напитки, водичка, яхты. Ну уж тем более не смотреть туда в глубину. Ему не интересно. А акула, она смотрит только в глубину. И из глубины. Вот. В этом вся разница. И человек, естественно, когда на отдыхе, он даже не предполагает. Ну, гипотетически он задумывается, что может прийти какая-то угроза из глубины. Вот. А она поднялась, я так понимаю. И таких видео уже было, я видел несколько. Я сначала думал, блин, ну человек, да, увидел ты плавник? Блин, сваливай оттуда. Вот. Но на самом деле есть масса видео, где акула поднимается прямо из глубины. То есть ты ее не видишь. То есть для тебя это черное пятно. Она поднимается, поднимается. И все. И вот она уже здесь. И я как бы подвожу к тому, что нельзя ставить в одну линейку такие угрозы, как опасность поражения током, случайность, возможность попасть в ДТП. Я не знаю, ну вот ударить, если типа у тебя ударит молния там, или съест там крокодил. Вот. Это вообще как бы несопоставимые вещи. Речь, идиот о такой интимной вещи, как курортный отдых. Для человека, вообще для среднего работника, это как бы, это такой момент в году, в котором он расслабляется. Он расслабляется и едет. Теплая вода, солнце. И он не готовится к смерти. Он не берет с собой там, он не пишет завещание перед этим. Он едет отдыхать. И поэтому вот эта угроза быть съеденным акулой на пляже курорта, она настолько трагикомична, что просто... У меня вот просто нет слов. Я поэтому решил просто поговорить на эту тему, потому что меня это прям очень сильно всколыхнуло. То есть, блин, ты расслабился, ты весь год ждал, а то и не один, может быть, поехать туда, купить путевку там, отдохнуть. И тут приплывает какая-то рыба, и не спрашивает у тебя, погасил ты ипотеку или нет, там, и ты получил права или нет, закончил ли ты университет, я не знаю, там, оплатил ли ты коммунальные счета. Она просто подплывает и начинает тебя есть. То есть, без всяких там, без загранпаспорта, без прививки. Есть у вас прививка от ковида? Да мне как-то все равно. И она начинает тебя просто есть. То есть, она настолько беспринципна и перечеркивает все твои планы. Вот. А почему это происходит? Да потому что угроза от акул на пляжах, еще раз говорю, недооценена. Вот. Это очень важно. Очень важно пересмотреть свои подходы в плане безопасности на именно курортный отдых. Так, ну давайте уже познакомимся с этой акулой. Это тигровая акула. Почему она так называется? Потому что у нее вот такой тигровый рисунок на спине. Она, конечно, не красная как тигр, но пятна характерные. Вот. Со временем эти пятна могут как бы, ну, бледнеть, тускнеть. И как бы не видно, что это вот эти пятна. Вот. Но в молодости там, когда она еще молодая. Вот. Вот эти пятна, это как бы, я такую теорию слышал. Вот. И, ну, действительно, видно. Я посмотрел там, рыбки помоложе, у них яркие пятна, которые постарше уже такая. А вот акула, которая напала в хоргаде, это была уже такая взрослая самка. У нее, по-моему, даже нет пятен. Вот. Они сливаются. Но неважно. Вот. Смысл в чем? Тигровые акулы ведут в основном кочевой образ жизни. То есть они могут проплывать до трех тысяч километров. Это, это прям много. Я сейчас вот читаю какие-то важные выдержки из Википедии. Смысл в том, что они любят тепло. В холодные месяцы, вот зимой, они держатся ближе к экватору, ищут теплое течение. На Гавайях тигровых акул частенько наблюдают на глубине 6-12 метров. Это большая глубина. И даже на глубине трех метров, а вот это уже небольшая глубина. То есть, 3 метра фактически, как бы, это вот ты вот выправляешься, я не знаю, вот так вот руки вверх делаешь, и у тебя уже два с половиной метра. То есть, это вообще, это глубина пляжа. Это глубина пляжа. Вот. Но, что важно, она все равно любит глубину. И я вот, когда смотрел вот этот вот отель, в котором она напала, именно на гугл-картах, там есть вот такие ямы глубокие, там глубина. Вот. И как выяснилось позже, именно в этой яме и она и тусовалась, как бы обитала. И именно из этой ямы ее потом поймали египтяне. Вот. Как мне рассказали, что они после того, как она съела парня, египтяне взяли курицу, облили ее кровью, насадили на крючок и закинули в эту яму. Вот. И подманили таким образом, поймали. Вот. А потом уже вот все видели вот эти кадры, когда их акулу вынимают сетью. Ну, чтобы поднять инвалидность, а тяжелая, большая, там, огромная акула-то. Вот. Она взрослая, я не знаю, может быть, она метр четыре была. Вообще, самки вот до пяти метров достигают размера. Вот. Они часто посещают мелкие рифы, пристани и каналы. Это прям вот как раз таки наш случай. То есть, это как раз были вот эти вот понтончики. Они же пристани, к ним могут лодки причаливать. Ну, вот как раз таки этот прям по книжке случай. Могут голодать больше года, до 15 месяцев. Вот. Она, видимо, была, я не знаю, может быть, она была голодной. Вот. Потому что, я видел как бы масса роликов, где люди, к людям подплывает вот эта тигровая акула, она как бы с одной стороны такая симпатичная, такая няшная вот эта акула. И я видел, как ей там кладут руку на морду, и она типа спокойно уплывает. Вот. Но тут она, видимо, была очень голодной, и поэтому она прям набросилась. Не набросилась, не набросилась, а начала просто есть. Очень развивает скорость до семидесяти километров в час. Это прям космическая скорость. Я езжу просто на самокате, на электросамокате. Я вот разогнался как-то до сорока километров в час. Да это, блин, капец, какая скорость. А это семьдесят. И это под водой. Это просто скорость пули. Вот так вот. Ну просто. Это огромная скорость. Невероятная. В момент атаки за две секунды может преодолеть тридцать метров. То есть это вообще без шансов. Но это, блин, это подводная лодка. Это подводная лодка живая. Она в прочной коже. У нее зрение триста шестьдесят градусов. Практически триста шестьдесят. То есть она вот так вот видит. Все вокруг видит. У нее всего две слепых зоны. Это вот здесь, потому что у нее вот тут два глаза находятся. Ей просто морда, нос мешает. И вот здесь, потому что вот здесь она не видит. Все остальное она видит вообще вот так прям. И вы представляете, как бы вот такая штука подплывает. Она прочная, мощная, быстрая. Она все видит. Она даже чувствует, как бьется ваше сердечко. То есть это, это жутко. Вот. И она, в чем, в чем ее опасность? Она, как там, кто-то говорит, там, атаковала, атаковала. Да она не атаковала. Она так и действует. Она подплывает. Она очень медленно всплывает. Очень медленно всплывает. Начинает ты, может тыркнуть тебя рылом. Многие вот выжившие рассказывают, что, типа, что это такое. Они могут что-то почувствовать, такое твердое. А это она. Она подплывает. Она, это высший хищник. Чтобы вы понимаете, это высший хищник. Она не боится ни хрена никого вообще. Там иногда на них нападают косатки. Вот такие случаи бывают. Но, блин, тут она ничего большого не видит. И она просто это абсолютный высший, высший хищник. Она не боится ничего. Она спокойно подплывает и смотрит, как ты себя ведешь. Там, боишься. Ты не боишься. Она слышит твое сердцебиение. То есть, это, это очень опасно. Вот, когда люди там плавают возле акул, я видел, там, типа, спускаются, да там, потрогали акул, там, хо-хо-хо, и все обошлось. Вот. Не потому, что они такие молодцы, а потому, что акула, может быть, она сытая, может быть, она не хотела. То есть, если бы она захотела, вот этому ныряльщику не помогло бы вообще ничего. Ничего. То есть, мощная, быстрая подводная лодка с идеальным зрением, с чутьем. Она все видит. Она в мутной воде прекрасно находит свою жертву, потому что у нее вот эти точечки на носу, на морде. видели такие черные точки. И этими точками она сканирует волны. Волны звуковые и магнитное поле. То есть, она все чувствует. Она вас видит, и для нее это просто вопрос времени. Вопрос желания, я бы даже сказал. То есть, не хочу. Или, допустим, вот я захотела. Вот она захотела, и все, и съела. И шансов нет практически никаких. Там какие-то есть минимальные шансы. Люди рассказывают. Но об этом я расскажу в конце ролика, что можно сделать, чтобы минимизировать, то есть повысить шансы выжить. Так, как же атакует тигровая акула? Это очень важно. Сама атака, она как бы весьма условная. То есть, для нее это не совсем атака. Для нее это прием пищи. Вот как вы пришли там, в отеле, где там All Inclusive. И вы ходите так, кругами, да, возле шведского стола. И прицениваетесь. Так, вот это я и дома у себя попробую. Огурчики, помидорчики, неинтересно. Так, вот пирожные я хочу. Хочу я мясо. Вот примерно так же она и она действует. То есть, она медленно кружится вокруг своей добычи. Она смотрит на размер. То есть, если размер будет больше нее, она не нападет. Вот. Размер оценивает. Она слушает. Она нюхает. Она улавливает волны. И она исследует и может ткнуть рылом. Вот. Но самое страшное, она делает кусь. Она делает кусь. Вот. Уже часто об этом говорили. У акулы нет рук. Вот мы, допустим, зимой, да. Ой, в перчаточке надели. Ой, в перчаточках ничего не чувствую. Ничего не чувствую. Так, дай-ка сниму там. Снял, потрогал, да. Ага, вот. Все. Вот так же и она. А у нее вообще нет рук. Там нет вот этих подушечков пальцев. У нее только рот. Вот. И она как бы все пробует зубами. Вот. И вот тут очень важный момент. Это вот первый, самый первый совет, который я могу дать всем, как бы и себе, в том числе и всем, кто, не дай бог, окажется один на один. Не дать ей сделать вот этот первый кусь. Потому что вот этот первый кусь у нее очень важный. Это пробный кусь. Она начинает тебя кусать. Было очень много случаев, когда тигровая акула делала кусь, почувствовала, что это, допустим, доска, борт, что-то несъедобное. И она понимает для себя, что это большое и очень похоже на рыбу там. Ну, вот эти вот серферские доски, они похожи там на тюленей. Но она почувствовала, что эта штука несъедобная. И она может сразу уплыть. Она может сразу просто поплыть в другую сторону. Потому что она уже попробовала. Ну, да, похоже. Но это не то. Вот. Еще ее могут отпугивать вот такие вот яркие одежды. Вот я нацепил специальную спортивную майку. Вот. Я в ней, кстати, ездил там отдыхать тоже в Турцию, там в морях. Вот. Но я об этом тоже узнал уже позже. Яркие вот такие вещи, их, как сказать, не то чтобы отпугивают, но они понимают, что это несъедобная хрень. И вообще в море все желтое, это очень сильно ядовитое. Вот. Они вроде бы на подсознательном уровне это должны как-то чувствовать, знать, не знаю. Такая информация была, но это, опять же, не точно. Вот. Важно, чтобы это было не блестящее, потому что блестящее как раз таки это похоже на чешую рыбы. И вот там какие-то блестящие полоски, они наоборот привлекают рыб. Вот. А яркие вот такие ядовитые цвета их останавливают. То есть они как бы такие вещи обходят стороной инстинктивно. Может быть им как-то это по генам передается. Ну и вот. Она делает вот этот кусь, и важно ей в первый момент не дать. И тут как бы присутствует тут прям два, я бы даже разделил на два таких этапа. Этап первый, когда вы успели увидеть ее до куся. И когда вы не успели увидеть ее до куся. То есть такой как бы печальный второй случай как бы. И вот когда она еще, вы ее допустим увидели. Вот есть такой ролик там в интернете, вы видели, да, наверное. Когда там девушка пытается, ну хочет спуститься под воду. Она находится там в дайвинговом оборудовании. Вот. Но она делает очень правильно. Она опускает голову вниз и смотрит в воду. Пытается посмотреть в воду, и вот даже невооруженным глазом видно, что подплывает именно та самая тигровая акула. Вот с такой тупой мордой. У нее вот такая тупая морда. И она прям раз, и она сразу кусает ее. Видите, она прям сразу кусает. Это как раз вот наш случай. Вот эта акула. Вот эта акула съела парня. Вот. И очень важно, да, вот увидеть ее первым. И в этот момент, если вы не в воде, то понятно, вы туда не полезете. Но если вы в воде, вы можете поймать ее за нос. Вот она, допустим, делает этот кусь. Там она, вы видели, она не набросилась. Она не бросается, как показывают такие остеренелые рыбы там бросаются. Нет, она так не делает. Она подплывает и делает такой кусь. Она просто кусает. В этот момент можно ее схватить за нос и отодвинуть ее. Вот. Если вы почувствовали, что она какая-то уже заведенная рыба, можно отдать ей в глаз. Можно отдать ей в глаз, там, каким-то острым предметом, если у вас что-то есть. Потому что глаза у нее, у разных видов рыб, у разных видов акул, глаза не защищены. У некоторых акул есть вот эта защитная пленка. Такое, это моргающая пленка. Она такая прозрачная, она закрывает глаз. Вот. У тигровых акул ее вообще нет. Вот. Если вы обращали внимание, то когда она начинает кусать, она закатывает глаза. Она такая мрэс, и у нее глаза такие белые, такие эти, зеньки такие, белки. Вот. Потому что она прячет глаза, чтобы не поранить эти глаза. Вот. Так вот, в этот момент, я не знаю, там, открыть глаз, закрыть, надо ее ударить. Чтобы... Идея в чем? Доставить ей дискомфорт. Акула любит комфорт, как оказалось. Вот. То есть, ты доставляешь ей дискомфорт. Вот. Сильный удар ей не поможет, потому что, я где-то недавно читал, у них очень сильно блокируются все нервные окончания во время атаки. Они блокируются, и она вообще ничего не чувствует. Просто, ну, ты хоть прям режь ее, она ей не больно. То есть, она прям все блокирует, она все, она атакует. Вот. Поэтому дискомфорт ей не дать сделать первый кусь, отодвинуть морду, по возможности дать ей в глаз, не сильно, чтобы она просто почувствовала, что, ну, некомфортно. Вот. Если, ну, можно переборщить, и можно ее разозлить, такие случаи тоже, как бы, были. Ну, с тигровыми не видел, с белыми видел. Большие белые начинали беситься. Вот. И доставив дискомфорт, она может уйти. А это важно. Это важно. Это вот первая ситуация. Вот. А вторая ситуация, это когда она все-таки были случаи. Вот я смотрел тоже один ролик. Одна пара. Они ходили на подводную охоту. Вот эти подводные ружья у них были. Вот. И они, короче, настреляли рыбы. Понятное дело, когда ты прокалываешь рыбу, у нее кровь идет. Вот. Соответственно, акулы реагируют на эту кровь. Вот. Но не так, как быстро принято считать. Ой, там капли крови, все, беги из воды. Вот. Но есть эксперименты тоже в интернете, в ютубе, где там чувак, он капал кровь. Там сначала коровью, потом вообще свою. Приехал медик, там сдал вот такую баклажку крови, там. У них на это ушло где-то примерно 15-20 минут. И то они были там буквально, акулы, от них были 100 метров. То есть, акулы 15 минут думали, подплывать или не подплывать. В итоге они подплыли на кровь, да, они подплыли и стали кусать эту доску, хотя там мяса в ней не было, но кровь оттуда сочилась. Вот. И вот, да, и вот когда вот эти ребята с подводной охоты, они постреляли рыб, там капли крови были в воде, вот. И через какое-то время подплыли, подплыла акула, вот. Но они этого не заметили. Они как бы, они сначала сели в лодку, но у них что-то сломался мотор. И они тогда решили вплавь буксировать эту лодку. Ну, они в ластах, как бы, думают, что у них что-то, резиновую лодку. И вот они буксировали, буксировали, буксировали. И акула просто берет и откусывает какую-то часть тела, я не помню, какую-то. Вот. Но девушка погибла. Погибла сразу. Вот. То есть они не заметили ее. Вот. Это как раз-таки к слову, что пропустили первый кусь. Вот. Незаметно это произошло. Вот этот парень, я не знаю, он видел ее или не видел ее. Я слышал, что он хотел, хотел ее увидеть. Ну, он искал встречи с акулой. Ну, в таких, в образовательных целях, как бы, хотел увидеть акулу вживую. Я не знаю, может быть, он ее увидел и решил там поразглядывать ее. Вот. Или же она действительно подплыла и нанесла вот этот первый кусь, очень важный кусь. Они делают этот первый кусь и дают жертве, там, где-то я читал, 5-7 минут, чтобы она как бы истекла кровью, ну, ослабла. И потом они начинают ее доедать. И потом они еще любят, как бы, отгладывать вот эти плавники. Плавники, вот. А вот человеческие руки, они похожи на плавники. И вот, может быть, она подплыла и откусила ему, может быть, руку. Какую-то из рук, я не знаю. Потому что, все мы видели, да, вот этот ролик, когда она его переворачивает и ноги там взлетают. То есть, ноги у нее целые были. Вот. Но в то же время крови уже было достаточно. То есть, что-то она ему откусила. Либо она откусила ему руку, что более вероятно. Потому что акулы, они обычно плавник хотят откусить, чтобы жертва не уплыла. Плавник. То есть, они это все понимают. То есть, это не просто какой-то там кусь там за что-то, а как плавник. Или, может быть, она укусила его за какие-то мягкие ткани. Там, забок, живот. Такие случаи тоже были. Женщина на телеканале рассказывала в передаче, как акула ей, она плыла. Акула ела ей спину. И вообще, ну, там, по телевизору показывали. И она такая говорит, видите, я не могу даже сидеть. Потому что у меня акула съела мышцы на спине, которые поддерживают меня. То есть, она даже на такое способна. И это вот как раз тот случай, когда ты пропускаешь вот этот первый кусь. Вот. И даже в этом случае, вот, ты... И можно посоветовать, как бы, дальше отрабатывать вот эту теорию. Хотя, конечно, шансов уже на порядок меньше. Акула уже знает, что ты состоишь из мяса и крови. И она почувствовала это. И она уже у тебя укусила. Вот это, конечно, очень тяжелый случай. Вот. И в таком случае тебе уже не получится отморозиться, да? Как говорят, допустим, ты увидел акулу. Ты можешь, как бы, не рвануть от нее. Потому что если ты рванешь от нее, она сразу поймет, что ты хочешь от нее смыться. Ты начинаешь там кролем... Конечно, если у тебя там, извините, там 5-7 метров. И ты можешь втопить, и ты успеешь до берега, это другое дело. То ты делай это обязательно, потому что ты можешь выжить. Вот. Но если у тебя там, извините, там 30 метров, у тебя нет шансов никаких. Потому что она проплывет, эти 30 метров за 2 секунды. Я надеюсь, вот, Википедия, я не знаю, она правда говорит, или нет? Блин, за 2 секунды 30 метров. Ты за 2 секунды 30 метров не проплывешь. Тебе потребуется там 20 секунд, а то, может быть, и больше. Вот. И поэтому, как бы, ты уже истекаешь кровью. Она уже пустила слюни на тебя. И ты... Что ты можешь сделать? Я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, все. Но ты можешь, конечно, продолжить отрабатывать эту технику. Как бы, хватать ее за морду. Хотя она уже, я думаю, будет в этот момент очень злая. Вот. И это прям вот такой самый неприятный сценарий. Но и все же, как бы, даже если вас акула укусила уже, а вы находитесь где-то недалеко от берега, то вы продолжаете отрабатывать вот этот вот сценарий. То есть, вот, допустим, вот она наплывает на вас, да? Она вот так вот пытается делать крусть. Все, вы кладете ей руку прямо вот так вот на морду. Все. Не вниз, я думаю, потому что там ноги. Она может соскользнуть и укусить вас. А лучше в сторону. В сторону там брать и уводить в сторону. Раз. В сторону. То есть, отталкиваешь нос, зовешь на помощь. Акула, помогите. Отталкиваешь, смотришь, не отворачиваешься. Акула, помогите. Смотришь, отворачиваешь морду. И тем самым смотришь, где берег, потихонечку туда двигаешься, двигаешься. Все равно не терять контроль. Вот. Это если, конечно, вы не в каком-нибудь там открытом море, там это вообще трындец, там вообще советов просто нет. Особенно, если там нет каких-то спасателей, то, ну, это просто, блин, если вас укусила акула, мы такие случаи даже не рассматриваем, потому что шансов выжить вообще практически нет. Вот. А если возле берега, то все. Отталкиваете акула, помогите и к берегу. Акула, помогите и к берегу. Или к понтону. Если понтон высокий, то я бы туда не старался все-таки к берегу, потому что вам нужно выбежать и уйти из вот этой линии атаки акулы. Если вы полезете на понтон, она вас, скорее всего, схватит и утащит. Она любит хватать и таскать. Хватит и утащит. Или откусит, что тоже нехорошо. Вот. И таким образом отталкивать, звать на помощь. Если помощь придет, хорошо. Если не придет, то, по крайней мере, вы будете отталкиваться и двигаться к берегу, и у вас появится шанс вылезти на сушу. Вот. Это вот такой совет во втором случае, когда вы упустили первый куть, что, в принципе, очень тоже непросто сделать, потому что она-то направлена на вас, а вы как бы направлены на отдых. Это очень важный момент. Вот. Вот еще некоторые говорят, что, типа, если ты начнешь там рукой хватать нос, ты останешься без руки. Вот. Если ты так не сделаешь, ты останешься без всего вообще. Вот. А у тигровой акулы довольно выдающийся нос. У нее он такой вот выступает очень сильно. То есть, это не как вот есть там акула какая-то, не помню, то ли мака, то ли еще какой-то. У нее челюсти выдвигаются, зубы прям выдвигаются дальше, чем нос. То есть, это вся, вот эта поверхность, она вся опасная. То есть, ты как-то не выставляй там руки, она вся тебе будет опасна. То есть, это прям экскаватор. Она будет тебя жрать. Вот. А у тигровой акулы есть вот этот выдающийся нос. И за этот нос реально можно хватать. Ну, и таких видео, кстати, много прям. И так дайверы делают. То есть, ее можно поймать. Это реальный шанс. Вот. А вот этот парень, который в Хургаде, она когда его укусила, откусила что-то там, ну, там кровь была, и он от нее поплыл. Вот это прям... Я понимаю, что сидя, конечно, на суше давать какие-то размышлять, принимать такие решения проще. Вот. Но тем не менее, тем не менее, поэтому мы об этом и говорим. Если задуматься, то ни в коем случае так нельзя делать. Потому что он уже раненый, и он пытается уплывать. Для нее это прям красная тряпка. То есть, она видит жертву. То есть, все по классике. Она его просто ест. То есть, она думает, что он абсолютно безобидный. И как бы добыча, в общем. Вот. А в таком случае ему надо было... Ну, конечно, ты просто не подготовлен морально, физически. Но, по крайней мере, сейчас лучше бы сделать было именно смотреть на атаку, поскольку он находился в людном месте. И выигрывать время. Именно выиграть время ты можешь. Ты победить ее не сможешь. Но ты можешь выиграть время. И ты можешь таким образом приблизиться к берегу, если тебе долго не придет на помощь кто-то. Вот. А если ты будешь звать на помощь, то, может быть, даже вот этот спасатель, который приплыл на лодке, вот, правда, у него в руках ничего не было, вот, то он мог бы как-то помочь. Вот если бы у него был какой-нибудь острый багор, да, он бы кольнул бы ее сверху острым чем-то, там, может быть, даже в глаз, то она бы, естественно, ушла бы, или там, ну, короче, он бы ее отвлек там. Вот. И он бы мог ее спасти. Так он, конечно, приплыл с голыми руками. Я не знаю, чем приплыл. Посмотреть, что ли? Вообще, если честно, прям, такое халатное отношение вот этой охраны береговой, вот этой египетской, ну, прям зло берет немножко. Вот. И помочь он, естественно, ничем не смог. И парень раненый отплывал спиной к ней. И, естественно, она вот на вот этом последнем кадре, где она вот так как змея такая кругом так обходит. И прям он так плывет. Ну, плывет прям медленно вот так вот. Видно, что такое ощущение, что он толкается ногами. Толкается ногами, а, может быть, у нее конечности нет. И потом я на всем видео, я не видел у него рук. Ну, может быть, они там одна рука. Может быть, он одну руку, одну руку ему откусило, а второй он греб, и поэтому так медленно плыл, потому что только ногами. Вот, и она прям заходит и прям за плечо его раз, и дальше она начинается, она видимо хватает его за плечо и за грудь одновременно, и дальше она начинает вот эти вот ужасные такие движения делать, то есть она захватила его и начинает перекусывать, прям делает такие перекусы, а он видимо пытался еще сопротивляться, вот, естественно она его перекусила, просто переломила, вот. Вот, и у акулы еще в отличие вот от нас, у нас только нижняя челюсть подвижная, а у нее две, и у нее она может ими вот так вот делать, и она вот как бы отпиливает, как бы у нее же зубы там, как у пилы, вот, и она может вот такие движения еще делать, и я видел даже видео, когда поместили акулу, ну поймали какую-то акулу, полуториметровую по-моему, и решили ее приманить, ну, для приманки повесили для крупной акулы, вот, и крупная акула такая подплывает к этой акуле, вот, и вот так вот схватилась в нее, и вот так что-то делает, я думаю, что же она делает, думаю, ну блин, ну не откусит, не сможет, она вообще, она даже не разжала, вот эти зубы прям так раз и уплыла, вот, а в акуле прям была такая ровная, такая выпиленная дырка, то есть она ни миллиметра не упустила, то есть она вот все, что взяла, она прям пилила, пилила и отвыпилила, и все, и там просто вот осталась прям голова и прям тонкая кожа, то есть она все мясо прям выкусила. Ну и в конце хочу дать советы, называемую профилактику от нападения акул, чтобы не оказаться жертвой, чтобы не быть съеденным, правила, которые помогут вам выжить, вот, и я себе тоже их выписал, как бы, чтобы ими тоже руководствоваться, ну, во-первых, не купаться на глубине на не больше двух-двух с половиной метров, в принципе, этого достаточно, что ты там купаешься, вот, потому что когда у вас нет точки опоры, там, когда очень глубоко, акула вас может просто утащить, она может взять и потащить, и тогда ты ничего не сможешь сделать, а когда у вас будет, там, два-два с половиной метра, вы можете, там, два грибка, и вот она земля, и можете уже точку опоры обрести и быстренько выбежать на берег, как бы, второй пункт недалеко от берега, то есть, ну, опять же, по той же причине, чтобы чувствовать дно и, как бы, быстренько добраться до берега, посмотреть на гугл-картах, нет ли глубоких ям около пляжа, вот, я тоже вот, когда смотрел, там, действительно, где-то есть такие глубокие ямы, это очень опасно, по крайней мере, нужно это иметь в виду, лучше, конечно, выбрать отель, наверное, где такая отмель, по крайней мере, ты будешь, у тебя будет такой обзор, ты ее увидишь физически, когда такая туша подплывает к тебе, ты ее будешь видеть, а когда там такие глубокие ямы, там, вот, 25-30 метров, может быть, там, действительно, была такая яма, она просто поднялась, у нее, у акулы, вообще, вы заметили, у нее верх черный, а брюшко беленькое, вот, и вот это, в этом вся ирония, то есть, у нее такой боевой окрас, она, когда поднимается с глубины, она черная, ее не видно, просто, ну, не видно ее, она так и устроена, вот, и верх черный, и вот она поднялась, и ты просто ее не заметишь, избегать глубины, вот, потом, еще могу дать совет, это чисто от себя, наблюдать за работниками отеля, чтобы не было прикорма возле берега, я помню, я как-то отдыхал в Египте, я в Египте был, наверное, раз пять, вот, я, мы сидели в рыбном ресторане, прямо возле моря, там до моря было метров два, метр два, короче, ну, прям вот так, мы сидели, ну, и смотрели на море, классное место, вот, и я заметил, что там стоит какая-то странная конструкция, прямо возле берега, там, какие-то две палки, что-то там, какая-то хрень, и лампа такая, направленная в воду, я думаю, что это за хрень такая, ну, мы сидели, смотрели, там, разговаривали, смеялись, и тут какой-то момент, там, какая-то рыбка начала плескаться, там, мы думали, о, рыбка, 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 и потом подплыло что-то такое большое, там такие были визги под водой, там были визги, крики, и вот, прям, вот, такие удары, такие хвостом, прям, и, короче, я, я практически уверен, что это была акула, она, прям, выжирала все, что там было, причем там кто-то так визжал под водой, ну, какое-то живое существо, кого-то она сжирала, то есть кто-то приплыл на свет, но вся ирония в том, что буквально несколько часов мы в этом месте купались, то есть, как бы, вот этот прикорм от отеля был прям возле берега, отель назывался Штагенбергер, по-моему, что-то такое, какой-то немецкий отель, название 4 звезды, вот, и, то есть, там был и прикорм, мы там купались, вот, а где гарантия, что акула не приплывет туда днем? Вообще никаких гарантий нет, вот, и парня, на парня напала акула в 2, а то и в 3 часа дня, то есть, где-то между 2, 2 и 3, да, по разным сообщениям, короче, если есть прикорм, блин, двойная, двойная опасность, двойное внимание, вот, потом тоже как-то вечером я выходил на берег, ночью, даже ночью, ну, так, где-то часов 11 уже такая, когда все уже, там, коктейли выпиты, там, просто прогуляться по берегу, я смотрю, там, где-то вдалеке стоят, где-то метров, наверное, 50, что ли, от берега, катера, 2 катера стоят, они вот так вот нос к носу стоят, и у них там лампа такая тоже светит вниз, и что-то там эти чуваки шустрят, они то ли рыбу, там, для ресторана ловят, то ли они, ну, тоже, понятно, без прикорма там дело не обходится, в общем, они занимаются вот этим, то есть, все вот эти отельные прибрежные места, они, в принципе, находятся, как бы, в такой опасности, в угрозе, то есть, там есть прикорм, акула туда может прийти. Так, что еще? Не купаться после заката, особенно ночью, но это классика, действительно, не купаться. Блин, в прошлом году в Турции мы, когда поехали, пацаны такие ночью уже посидели в ресторане, о, пойдем скупнемся ночью, я думаю, да вы что, чуваки, там же акулы, они говорят, ха-ха-ха-ха-ха, какие акулы, какие акулы, блин, и, короче, уговорили, пошли туда, я больше так делать не буду, потому что, блин, это реально страшно, а мы еще там кричали, визжали, вот, ну, дурачились, это вообще ни в коем случае, это прямо вот следующим пунктом, не шуметь на воде, потому что акула, она, она вообще хватает именно то, что шевелится и сильно дрыгается на воде, потому что она думает, что это раненая птица, а раненая птица, ну, или там, может быть, просто птица, она упала, она может быстро взлететь, поэтому вот такую добычу она хватает в первую очередь. Более того, какая-то команда, я не знаю, то ли Кусто, я смотрел какой-то фильм, то ли еще какая-то другая альтернативная команда, которая занималась изучением акул, они что сделали, они взяли, повесили такую полутораметровую акулу, это вот как раз ту акулу, которую акула раскусила, я уже рассказывал, но тут и вообще еще очень интересный момент произошел, они подвесили полутораметровую акулу, ну, где-то на глубине, наверное, 2 метра так от поверхности воды, а сверху повесили поплавок, вот, красный поплавок. Акулы, если что, дальтоники, они не различают цвета. Подплывает акула, наша вот эта красотка, она тигровая, и что же вы думаете, она начинает есть не акулу, она начинает есть поплавок, и такие эти все стоят, вот эти исследователи, и там в фильме, там в фильме, они так и не поняли, почему, они так и не поняли, почему, вот, а я вроде бы понял, как мне кажется, это, ну, это было очевидно, потому что поплавок, он вот так вот дергался, он прям дергался, он такой на поверхности, он прям такой дергается, дергается, он несъедобный, но он так, он дергается, и акула сразу прям хрясь, и именно поплавок его хватает, ну, понимает, что он не этот, не вкусный, и она его бросает, но схватила она именно вот этот дрыгающийся предмет, то есть у нее прям сразу рефлекс на всякие вот эти плещущиеся, дрыгающиеся вещества, но и акулу, которая висела снизу, она не пустила из вида, то есть она все пробует, она как бы все видит, но в первую очередь она выбирает именно вот эту быструю, то есть все, что шевелится, как говорится, а потом уже все остальное, то есть шуметь и визжать, как бы на воде тоже не рекомендуется. Потом, ну, нельзя заходить в воду в эти дни, там, это для женщин, потому что кровь, они очень хорошо ее чувствуют, не одевают одежду с блестками, потому что она отражается вот, блестки, ну, как чешуя рыбы, как бы у нее тоже инстинкт срабатывает, она сразу как-то начинает реагировать на вот это отражение на солнечные зайчики, а зайчики, они прям далеко бьют, вот, не шуметь, не блескаться, да, как раненая птица, ну, вот и все. Ну что, еще раз хочу принести соболезнования родственникам, там, отцу погибшему, погибшего парня, вот, это большая трагедия, в таком раннем возрасте погибнуть от акулы, вот, вот, хочу сказать, что берегите себя, близких, вот, отдыхайте безопасно, продумывайте свой отдых, вот, возьмите на заметку какие-нибудь правила для себя, чтобы не быть съеденным акулой, вот, не пропускайте другие полезные ролики на моем канале, а для этого нужно поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем хорошего отдыха, до новых встреч, пока!